Солигорский район стал сегодня местом проведения масштабной международной акции «Сад памяти». В ней приняли участие более сотни человек. Она объединила профсоюзы, представительства Россотрудничества Беларуси, местную власть, представители предприятий и организаций, общественников и, конечно, молодежь, учащихся и школьников. Стартовало мероприятие с открытия фото-выставки в холле Центральной районной библиотеки, посвященной 80-летию освобождения нашей страны от немецко-фашистских захватчиков. В ней собрана фотохроника событий, которые стали финалом освобождения Беларуси. Второй этап мероприятия собрал всех участников у мемориального комплекса «Скорбящая мать», где состоялся памятный митинг и возложение цветов. Я еще раз убедился в том, что сегодня действительно выбор также правильный. Потому что вы посмотрите, сколько людей, какая погода шикарная. И мы именно даем дань уважения нашим павшим за победу, за освобождение Беларуси. Поэтому я хочу еще раз сказать, что теми словами, как сказал наш глава государства Александр Григорьевич Лукашенко, председатель у себя Белорусского народного собрания, президент наш, сказал, уважаемые друзья, там Запад может что хочешь придумывать, но мы свою землю не отдадим, потому что нам чужого не надо. Мы и так полили кровью эту землю всполна. Нам нужен мир, нам нужна именно дружба, которой всегда мы исповедовали дружбу между народами. Поэтому мы за свою страну стоим, стояли и стоять будем. А затем в честь павших в боях воинов и погибших от рук фашистов мирных жителей были высажены 80 туль, олицетворяющих 80 мирных лет жизни в Синекой Беларуси. Такие мероприятия объединяют поколения, уверен первый заместитель председателя Солигорского райисполкома Арташе Сакян. Мы с вами видим, сколько жителей района участвовало, героически участвовало в Великой Отечественной войне. И сегодня в преддверии 80-летия, знаменательной даты освобождения Беларуси от фашистского ига, от фашистского зла, от европейского зла, мы вместе с нашими партнерами, друзьями из Российской Федерации Россотрудничества совместно посадили 80 туль на этом мемориальном комплексе, как олицетворение того, что и подвиг был совершен ради жизни. И мы сейчас вместе с нашими детьми, со следующими поколениями, которых мы и воспитываем так, чтобы они помнили, чтобы они уважали, чтобы они чтили, чтобы этот подвиг был для них таким же святым, как для нас. Материал для посадки был предоставлен Старубинским лесхозам. Эти, пока еще маленькие деревца, уже стали украшением мемориального комплекса. А те, кто их высаживал, несомненно, будут помнить об этом, как и о том подвиге советского народа, в честь которого и проходит эта международная акция «Сад надежды». Это очень важная знаковая акция, которая призвана увековечить память о всех павших в годы Великой Отечественной войны, и наших воинах, и мирных жителях, отдавших свои жизни за победу во имя будущих поколений. Акция очень масштабная, она проходит и в масштабах всей России, и в Братской Белоруссии, и в ряде других стран. Уже посажено несколько миллионов деревьев, ну, там, с точностью до сотен тысяч, я вам, наверное, не смогу сказать. Но есть сайт акции, на котором регистрируются все площадки, где осуществляется посадка деревьев. Теперь на этой карте обозначен и Солигорск.